Недвижимость Германии наконец-то пошла в рост, но дело не только в этом. В Египте застройщики недовольны слухами о пузырях, а на Кипре, на Кипре все спокойно. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске новостей зарубежной недвижимости от Прян. Здравствуйте. Подтверждено официально, во втором квартале 2024 года в Германии выросли цены на недвижимость. Кричим «Ура!» – произошел долгожданный разворот. Правда, за три месяца недвижимость подорожала очень и очень символически на 1,3%. Ни о чем. Если же давать оценку за год к середине 2024, здесь по-прежнему падение – минус 2,6%. Но почему же даже этот крайне незначительный рост первой с весны 2022 года так важен? Во-первых, он подтверждает прогнозы. И немецкий Центробанк, и ведущие консалтеры, например, Джей Лель, Делойт, в последние месяцы этот разворот предрекали. А во-вторых, произошедшее – сигнал для инвесторов. Не столько для тех, кто рассчитывает заработать на перепродаже. Ведь те же эксперты говорят, в ближайшие 2-3 года цены едва ли будут расти стремительно. Просто немецкая недвижимость традиционно приносила доход с аренды. Но до пандемии доходность резко снижалась. Ведь с 2016 по 2022 год цены в Германии выросли на 76%. Это даже считалось аномалией. Аренда за тот же период подорожала только на 27%. А вот последние 3 года в топ-5 мегаполисах Германии ставки аренды выросли на 32%, а недвижимость всего на 3%. То есть доходность, очевидно, увеличилась. И вот теперь, как в обычные нормальные времена, и жилье, и аренда дорожают вместе. Но пока аренда все равно делает это активнее. Значит, покупка квартир под аренду становится все более выгодной. Ну и тут задача угадать, сколько еще это продлится. А у нас все в порядке. Пузыря на рынке недвижимости нет. Об этом заявили на уходящей неделе в Египетской ассоциации бизнесменов. Утверждение это своего рода защита. Ответ на многочисленные публикации, они появились в последние недели в самых разных деловых СМИ, в большинстве говорится именно о пузыре. Так есть пузырь или его нет? К сожалению, сама природа этого термина показывает. Ответить на вопрос можно только задним числом. Когда пузырь лопается или наоборот не лопается. Когда начинаются или не начинаются проблемы, то есть предложение сильно опережает спрос. Ну, давайте, по крайней мере, оценив предпосылки. В последние годы в Египте действительно строят очень и очень много. Особенно, если сравнивать с европейскими странами. Сектор недвижимости, соответственно, тоже растет. Сейчас он дает треть от всего ВВП страны. Треть – это серьезно. В России, например, в 2023 году вклад строительного сектора в ВВП – это всего около 5%. Причина мощных египетских показателей – это строительство мегапроектов. Нью-Аламейн, Юмансура и, конечно, новый Каир, это будущая административная столица страны на 7 миллионов человек. Итак, строят много, возникает вопрос, будет ли спрос. Египетские эксперты уверены, новое жилье и востребовано, и будет востребовано. Их главный аргумент – основные покупатели в стране – египтяне. А их цель – жить самим, а не спекулировать. Жилья в стране действительно не хватает. Население в Египте растет стремительно до 2% в год. Вот оценить зарубежный спрос и интерес иностранцев сложнее. Египту нужна валюта, местные власти стараются привлечь ее. Например, активно продвигают свои золотые паспорта. Там ведь одна из опций инвестиций в недвижимость. В этом случае порог входа от 300 тысяч. Но пока, по официальным данным, заявок по программе подано не так уж и много – тысяча. То есть погоду на рынке они явно не сделают. Но есть третий фактор. В национальной валюте цены на недвижимость растут стремительно, почти на 40% в год. Но вот в долларах и евро рост символический. И ажиотажа, можно сказать, нет. Резюме. В Египте нет всех классических признаков появления пузыря. Но здешний рынок, понятно, нестабильный. Стабильным его назвать нельзя. Он рискованный и, значит, в моменте высокодоходный. Перемещаемся на Кипр. Здесь в июне случилась аномалия. Выдали гигантское число разрешений на строительство. 1528. Годом раньше было всего 610. Неужели есть расчет на какой-то особый спрос? Выясняется, что нет. И причина такого роста, она чисто бюрократическая. На Кипре с 1 июля поменяли порядок выдачи соответствующих разрешений. Перед передачей дел от муниципалов в районные органы самоуправления чиновники просто закрывали долги. То есть активно выдавали документы. Тем не менее, число полученных разрешений на Кипре, даже без учета этой аномалии, с начала года прирост на 12%. То есть цифры говорят о неспешной, но положительной динамике. И рынку тоже пророчат ее. Во многом благодаря интересу иностранцев. За ними с начала года 40% сделок. Отдельная, можно сказать, уникальная кипрская возможность, это по-прежнему оформление ПМЖ при покупке новой недвижимости. Киприоты, очевидно, успешно отбили многолетние нападки на программу. Последний год почти не слышно требований о ее закрытии. Главное, что нужно, покупая недвижимость под ПМЖ, все тоже. Это нужна новостройка от 300 тысяч. Соответственно, особое внимание вариантам, которые стоят больше этой суммы. Вот, например, новая вилла в Пафосе. Если точнее, это район Кисонарга, чуть к западу от центра города. 130 квадратов дом, 300 квадратных метров. Немного, но для Кипра типично. Собственно, участок. Под барбекю, а не под огород. И еще бассейн есть, 4 на 7 метров. Итальянская мебель техника Бош. Это из внутреннего наполнения. Что особенно важно, вам помогают и в открытии счета, и в переводе денег. Ссылка на объект традиционно в описании. И о Таиланде, точнее о Пхукете. Число иностранцев, посетивших страну в первой половине 24-го года, 17,5 миллионов человек. Заполняемость отелей выросла за год на 72%. Стоимость ночевок выросла почти на 10%. И Пхукет становится все более престижным местом. По всем признакам, доходность в 4- и 5-звездочных отелях должна расти быстрее, чем в более дешевых проектах. Но что это значит для инвесторов? Как действовать? Куда смотреть? Если вы рассматриваете инвестиции в апарты? Какие объекты на Пхукете с большей вероятностью будут приносить доход в ближайшие годы? В следующий четверг, 3 октября, в 13.00, руководитель компании Art House Александр Давыдовский поделится своим мнением на вебинаре «Пхукет через год, через три, через пять». Что приятно и важно, эксперт не просто инвестирует, но и строит в Таиланде уже более 15 лет. Так что будет гарантированно интересно. На сегодня все. До встречи. Не забывайте ставить лайки, комментировать, подписываться на наш канал в YouTube и на наш телеграм-канал. И главное, всем мира и безопасности. Продолжение следует...